В муниципалитетах Приморского края продолжается активное благоустройство. Сейчас все решения о переменах принимают сами жители. Тем временем, краевые власти дополнительно предусмотрели увеличение финансирования как сферы благоустройства, так и территориального общественного самоуправления. К слову, ТОСы сегодня становятся все популярнее в регионе именно благодаря краевой поддержке. За 2022 год благоустроено 469 дворовых и 103 общественных территорий. Работа в этом направлении только набирает обороты. Города и поселки преображаются, а у людей появляются новые места для отдыха. Так на форуме общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе» губернатор Олег Кожемяка заявил об открытии Центра гражданских инициатив, который окажет помощь в решении вопросов, связанных с благоустройством. Было принято решение о создании такой организации, которая будет координировать деятельность ТОСов, которая будет оказывать консультации юридические и иного плана. Как нужно создать ТОС, что для этого необходимо сделать, какой порядок его оформления, как определить границы, сколько людей в него должно войти, как составить смету, на кого нужно опираться. Поэтому Центр гражданских инициатив – это такой ключевой орган, который будет непосредственно определять политику проведения территории общественного самоправления. Отметим, что в июне на линию Центра поступило уже более 90 звонков. Также напомним, что конкурс грантов для ТОС стартовал. Идет прием документов, он продлится до 26 июня. Как уточнили в региональном департаменте внутренней политики, в текущем году на конкурс принимаются проекты от ТОС и инициативных групп граждан, направленные на решение вопросов местного значения. Предельный размер гранта составляет полтора миллиона рублей. Я желаю всем победы, внимательно отнестись к тем проектам, которые вы готовите, потому что я знаю достаточно большую активность на территории Приморского края, организованно относительно подготовки проектов. Как сказал губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка на форуме гражданских активистов, что все проекты, которые будут в этом году реализованы, должны быть направлены на благоустройство и развитие своих территорий. Приморье вошло в большое количество целевых программ, по которым выделяются деньги на благоустройство. Также в 2023 году в два раза было увеличено финансирование грантовых программ, выделили на проекты 120 миллионов рублей. Как отметил Олег Кожемяка, именно опора на мнение граждан дала большие результаты в этой области. В настоящий момент в регионе действует целый ряд программ и проектов. Это губернаторская тысяча дворов, инициированная Олегом Кожемяка, федеральные программы тысяча дворов Дальнего Востока и формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды и краевой конкурс «Твой проект». Так, например, в Владивостоке было создано и благоустроено почти 10 общественных пространств. Сквер с Кетенком в районе улицы Русская, 46, набережная на Татарской и Арсеньево, Сопко-Бурачко и другие значимые для горожан и гостей Дальневосточной столицы территории. Также отремонтировано 165 дворов и тосами выполнено 34 проекта. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.